Всем привет! Меня зовут Маша Шимчук, я художница и преподаватель детской творческой студии в Мультимедиа-арт-музее. Сегодня мы находимся на выставке «Цветы врачам». Она необычна тем, что много художников собрались вместе, чтобы поблагодарить врачей за их профессиональный подвиг. Здесь представлены работы в совершенно разных жанрах и техниках. Я предлагаю вам тоже поучаствовать в этом флешмобе и создать цветы для врачей. Делать мы будем их, как всегда, очень необычным способом. В прошлый раз мы создавали монотипию, делали разные отпечатки на бумаге. Сегодня мы создадим совершенно новую работу, объемную. Для создания работы нам понадобится плотный картон, цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры и мелки. Приступим. Для начала нам понадобится плотный картон. Можно взять цветной или белый. Мы будем складывать его гармошкой и потом на эту гармошку уже населять наших обитателей и растения. Получается такая гармошка. Теперь приступим к самому интересному созданию цветов. Нарисуйте вначале цветы на бумаге, раскрасьте их, а потом мы будем вырезать их и наклеивать на разные уровни нашей гармошки. Получится, как будто бы они выглядывают друг из-за друга, можно поиграть с наложениями и вообще даже создать целый театр из животных и растений. Первый этап у нас готов. Получился такой объемный лес. Теперь нужно заполнить его растениями и цветами. Вырезаем из цветной бумаги и наклеиваем их прямо на лист. Итак, все наши детали уже вырезаны. Давайте приступим к самому интересному. Начнем их наклеивать. Если чего-то еще будет не хватать, мы потом дорежем немножко позже. Еще очень важный момент. Если вы хотите создать ощущение перспективы, глубины, что что-то находится на переднем плане, а что-то на дальнем, предлагаю вам выбрать немножко разную цветовую гамму для переднего и заднего плана. После того, как вы наклеили все детали, подумайте, может быть, вам захочется что-то дорисовать. У меня получился такой тропический лес с горами вдалеке. Мне уже не хочется ничего дорисовывать. Я оставляю свою работу так. Попробуйте тоже поэкспериментировать с перспективой, подумать, что на переднем, что на заднем плане. Не бойтесь выходить за рамки листа. Если какие-то детали будут торчать, это будет даже интереснее. Всем большое спасибо за внимание. До встречи в музее. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok